Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Аня. Добро пожаловать на мой канал о парфюмерии. И сегодня парфюмерные композиции, которые очень красиво раскрываются в дождь. У нас в Израиле наступила настоящая зима. Два дня уже льют дожди. Дождь порой, знаете, вот прям стоит стеной, что ничего не видно. И очень холодно, такой холодный противный ветер. И вот именно на такую погоду, холодную, не на летний дождь, а на холодный такой зимний дождь, сегодня моя подборка ароматов. Кому интересно, оставайтесь со мной и всем приятного просмотра! Я уже два дня как тестирую два аромата, которые я приобрела летом и не знала, как они раскроются в дождь. Но я предполагала, что именно в дождь они раскроются очень красиво. И первый парфюм это Back to Black Killian. Здесь вишня, табак, мед, древесные ноты. Многие, я смотрела в комментариях, жалуются, что этот аромат очень сладкий и очень тяжело его носить. Но если кто-то уже приобрел этот парфюм и вы пожалели об этом, попробуйте его носить в дождь. Именно в холодную, такую промозглую погоду. Этот мед, вы знаете, сладкий, смывается, как бы омывается дождем, он немножко выветривается и становится бесподобно красивым. Табак становится какой-то более мокрый, вишня звучит более ярко. Для меня и летом этот парфюм красиво звучал, но вот вчера я его протестировала в дождь. Это что-то, что-то бесподобное. Back to Black by Killian. Еще один аромат, который я протестировала позавчера, тоже у нас уже начал накапывать дождик, я быстрее наношу на себя парфюм и бегу на улице, чтобы чувствовать, как этот парфюм раскрывается. Это Эмкренуар Олик. У многих есть мужская версия. У меня мужской версии никогда не было, хотя я его тестировала, знаю, что он очень красивый. У меня женская версия. И что я хочу сказать. Это роза. Это османтус. Роза очень нежная. Древесные ноты. Мускус. И вот летом он как-то, знаете, немножко вот запудривается, немножко придушивает. И я тоже знаю, что многие не любят розу, ноту розу в ароматах. Но вот именно в дождь он раскрылся так, как я и предполагала. Роза стала такая мокрая. Пудра, вот эта вот липкая, сладкая пудра не так, стала не так назойлива. И все нотки прочувствуются. И вообще очень-очень красивый, такой розовый, мускусный, пудровый аромат. Попробуйте тоже, кого он есть, попробуйте его в дождь. Эмкренуар Олик, женская версия. Так, теперь давайте пойдем далее. Наверное, ни для кого не секрет, что ароматы от Бербери, многие ароматы очень красиво раскрываются в дождь. Я вам сейчас сначала скажу про Бербери Лондон. К сожалению, у меня нет этого аромата, он у меня был. Кот погонял его, и в общем, я его потом доковыряла и выбросила. В итоге психанула и выбросила, потому что уже никак не перелить было. И в общем, распылитель сломался, и я там все, в общем, расковыряла. В общем, не будем о грустном. Нет у меня сейчас этого аромата. Хотя, хотелось бы в дождь его поносить. Когда я приобретала Лондон, я его купила в августе, когда у нас была жара. А этот аромат, знаете, такой напористый, энергичный о жасмине. Прям яркий-яркий такой жасмин. Я его приобрела летом. Сразу первый день, как приобрела, нанесла его. Очень жарко. Было в августе такая жара, влажность. И, в общем, решила выйти и выгулять его. И это было что-то ужасное. Во-первых, я задохнулась сразу с первых минут от этого парфюма. И потом он очень быстро с меня слетел. Это хорошо, что он с меня слетел, потому что я бы не выжила. Ходить по такой жаре в Бёрбери Лондон. Вот. И я его отставила, конечно же. Уже хотела, думаю, или подарить, или продать кому-то. Но потом зимой, вот именно был такой дождливый день. Я нанесла его на себя. Естественно, уже жасмин не был таким настойчивым, таким напористым. Был ветер сильный. Он очень красиво играл. И, в общем, мне уже понравилось. Я так задумалась. Думаю, да, красивый аромат. Пришла на работу. И в помещении я уже перестала его на себе слышать. Думаю, да, стойкость хромает. Но когда после работы я вышла на улицу, опять был дождь. Он заиграл с новой силой. Это было так красиво. Ну, в общем, просто невероятно. Ну, я думаю, что для кого это, наверное, не секрет, что Бёрбери Лондон очень красиво звучит в дождь. Еще один аромат от Бёрбери. Это туалетная вода. Для нее. Этот аромат я купила себе летом. Он мне показался, знаете, такой фруктово-свежий. Хотя я знала, что ароматы от Бёрбери, они очень такие напористые, настойчивые. И такие хорошие у них технические характеристики. Они шлейфовые, они стойкие. Я его купила летом, и кто-то мне в комментариях написал, что не носите его летом только на дождь. Только на дождь. И да, это действительно, когда у нас в Израиль еще пошел только первый дождь, я его на себя нанесла. Это было очень красиво. Что в этом аромате? Здесь груша, клубник. Он более такой, знаете, фруктовый, сочный. Черная смородина. Из цветов здесь пион, роза, ландыш. Далее мускус, ветивер. И, ну, как я уже сказала, что в теплое время он какой-то вот едковатый, такой душноватый. Но в дождь это просто красота. Туалетная вода. Бёрбери. Фёрхвёр. Пробуйте. И вообще, вы знаете, всегда, если у вас есть какой-то парфюм, которому вы уже не даете шанс, попробуйте вот в такой холодной дождь, в ветреную, холодную погоду нанести этот аромат и дать шанс второму этому аромату. Так, далее. Шипры, конечно же, тоже очень красиво звучат в дождь. Здесь в эту подборку у меня очень много шипров. Это моё любимое направление. Ну, и в эту подборку я включила новинку Тестиала Удер, потому что это мой самый любимый шипр. И в дождь, в ветреную погоду, как он красиво шлифит. Это такая красота. Здесь очень обширная пирамида, специи, альдегиды, ну, дубовый мох, конечно же. И цветы, и фрукты, и сливы даже здесь заявлено. Но я ничего, знаете, вот в этом аромате никаких нот не вычисляю. Вот кроме альдегидов, может быть, дубовый мох. И он такой целостный, он красивый, очень красивый, такой цветочно-фруктовый, альдегидный. Альдегидный. Ой, всё, я начала нюхать, это моя болезнь, на камеру нюхать и забывать, что я разговариваю с вами на камеру. Альдегидный такой шипровый. Ой, какая-то красота. Немножко смолистая, горчинка какая-то есть. Ну, в общем, он очень-очень красивый. А в дождь он раскрывается ещё красивее. Теперь я взяла современный шипр. Это Идоль Интенс от Lancome, версия Интенс у меня. Здесь роза-роза, жасмин-жасмин. И что здесь ещё? Мускус, почули, ваниль, кедр, сандал. Это мой любимый тоже парфюм, очень я его люблю. Видите, даже видно, да, что я им хорошо попользовалась. А то мы парфманьяки, да, показываем, что я им обливаюсь, поливаюсь, а плаком помны. Но нет, я им пользуюсь на самом деле. Я бы летом им хотела пользоваться. Но вот какой-то жасмин выпирает летом, и он немножко поддушивает. А зимой это такой невероятно красивый шлейф. Вот именно зимой на дождливую погоду. На мороз я не знаю, но мне кажется, что на морозе многие ароматы скукоживаются. Не все парфюмы тоже подходят на мороз. Вот самое такое хорошее время, это дождливая, холодная, промозглая погода. Красивый, очень комплементарен в шлейфе, кстати. Так, не видно его будет, лежит, лежачий. Так, ещё мой один любимый аромат на осень. И я в него влюбилась, когда я услышала шлейф женщины именно в такую холодную, ветреную, дождливую погоду. Она шла совсем по другую сторону улицы, но ветер дул в меня. И я услышала этот шлейф, я вам уже рассказывала, что я просто побежала за ней. Я была обязана спросить, что это за роман. Это Insulence от Guerlain. У меня туалетная вода. Сначала хотела парфюмерную воду приобрести, но он мне показался какой-то вот прям слишком дерзкий, слишком такой громкий. Туалетная вода всё-таки немножко понежнее. Это очень красивая фиалка, пудровый. Наверное, самый красивый пудрово-фиалковый аромат. Вы знаете, да, что Guerlain, они отличаются этим, создавая пудровые ароматы. Очень красивый, очень яркий. В дождь, летом, конечно, он слишком тоже напористый, слишком насыщенный вот этой вот пудровостью он. Но зимой это великолепие, это просто великолепие. Insulence, туалетная вода, Guerlain. Так, ещё один парфюм. Тоже, девочки, мне недавно написали в комментариях. Ну, как-то, знаете, жалко было, что этот аромат не понравился. Мне женщина одна написала, что по моему совету купила. Ну, она без претензий так по-доброму написала, что она купила один аромат по моему совету. И теперь она его не может носить, потому что он ужасный. И этот аромат, ну, Дифлорум от Назомата, да, девочки, это, мне кажется, самый такой провокационный бренд, что может быть. Но я обожаю все ароматы и собрала уже почти все парфюмы от этого бренда. И эта кожа, эта кожа, это здесь малина, ревень и много мускуса, конечно же, много мускуса. И вообще, кто не любит кожаный аромат, а если уже приобрели, попробуйте тоже его в дождь. Очень красиво раскрывается в дождь в сочетании с кожаной курткой. Если куртка вот пахнет, очень будет красиво сочетаться. В общем, если он вам не понравился, вы его купили по моему совету. Попробуйте в дождь, дайте ему шанс. Пусть постоит. Ну, это красивый аромат. Это теплый такой, горячий, очень животный. Ну да, он своеобразный. Он своеобразный. Всегда тестируйте. Особенно парфюмы Назомата. Если, например, какие-то люксовые ароматы, вот как в Бёрбери, да, они такие более универсальные. Их можно, в принципе, можно брать без затеста. Но Назомата, ну, ни в коем случае. Ну, на самом деле будет жалко, если эта красота будет у вас стоять. Но я его обожаю. В дождь редко его ношу, потому что у меня есть кожаная куртка, но я ее одеваю очень редко. Но вот именно вот под такой образ этот аромат подходит. И он такой, знаете, какой-то родной, какой-то такой согревающий. И вот я даже не знаю, как его описать. Но, в общем, я его люблю. Еще один парфюм в дождь. И, наверное, мой самый... Он вообще является моим самым любимым ароматом. И с этим парфюмом я просто ворвалась в мир парфюмерии. Ну, когда я полюбила... Когда я протестировала этот парфюм, началась моя зависимость от парфюмов. И, наверное, многие уже догадались. Я просто рассказывала. Это черная орхидея от Том Форд. Когда я его протестировала, я поняла, что мир парфюмерии может быть совсем другим, может быть иным. И согласитесь, что когда его выпустили, по-моему, в 2006 году, это же было что-то необычное. Но я и сейчас его считаю необычным. Это шедевр. И он, мне кажется, еще очень долго будет популярен. Сейчас еще выпустили парфюм. У меня парфюмерная вода. Выпустили парфюм. Я обязательно, обязательно его хочу приобрести. И в дождь он, знаете, он вас не будет согревать. Он немножко подчеркнет вот это вот какое-то меланхоличное настроение промозглое. Это шоколад, пачули, землистый он такой. И как, вот я не знаю, он очень подходит для промозглой погоды. И он очень красиво раскрывается в дождь. Кто знаком с черной орхидеем, но не рискуете ее купить, просто протестируйте ее в дождь. И мне кажется, что у вас есть шанс влюбиться в этот аромат. Я вообще, знаете, очень много в своем шкафу еще у меня есть еще ароматы, которые красиво раскрываются в дождь. Но это, наверное, не на одно видео затянется. Я вот прям самые такие любимые парфюмы в дождь сегодня вам показала и рассказала Алла. На этом я буду заканчивать свое видео. Всем пока, всем до новых встреч, всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok